Первый вопрос, как вам сегодняшний матч? Какие ставились цели на него? Что не получилось? Цели как раз посмотреть, на каком состоянии мы находимся. Понятно, что это большой перепад температуры и, конечно, тяжело ребятам выдышалось. Проявить их морально-волевые качества. В целом, если так брать игрой, то я даже так где-то фрагментами даже доволен. Результатом, конечно, нет. Хотя на сегодняшний день результат не стоит на первом месте. Мне надо просмотреть вот эти связки. Просмотрел молодых игроков и большинством ребят остался доволен, потому что ребята, те, кто работает со мной еще в дубле, очень сильно прибавили. Они реально боевые единицы, на которых мы можем в сезоне рассчитывать. Если брать по игре, то голевых моментов у нас больше было. Хороших голевых моментов, которые мы создали. Да, не забили где-то, понятно, не хватает свежести еще. Но Ганжи находится на своем уровне, у них свои задачи. У нас задача подготовиться тоже к чемпионату. Чемпионат еще не скоро, поэтому сейчас еще рано бежать. По поводу дублеров. Кстати, вы говорили о том, что не планируете брать кого-то в Турцию, но после первого сбора видно, что ребята поехали. Значит, все-таки удалось им что-то доказать? Нет. Дублеры... Я, во-первых, их всех хорошо знаю. Во-вторых, я их взял, чем привозить людей там для просмотров непонятных, и потом их отправлять, так лучше пускай придут. Наши ребята с нами работают, и я их всех контролирую, знаю, и я надеюсь, что в скором будущем они усилят Динамо. Ротация состава. В Минске мы видели много разных вариантов, сегодня тоже был такой довольно интересный. Вы пока еще находитесь в поиске оптимальных решений на поле? Нет. Я думаю, что только на втором сборе, на турецком, я уже буду наигрывать именно основной состав. И сейчас через игры мы ведем подготовку к чемпионату. То есть тут же и тактика, то, что мы даем, мы это все опробируем уже не среди своих игроков, а в конкуренции. Плюс у меня как-то задавали вопрос, почему я выбрал именно такие команды, такие соперники. Я считаю, что нет смысла просматривать ошибки. Я могу увидеть только сильными командами, которые как минимум на нашем уровне находятся. Поэтому и соперников мы подобрали таких достаточно серьезных, амбициозных игроков. В целом, какие глобальные задачи стоят на первый сбор в Турции? На первый сбор в Турции именно просмотреть тех ребят, кто на просмотре, просмотреть всех наших молодых, кто в каком состоянии и уже докомплектовать команду до сезона. То есть понятно, что сейчас и Сочивка отсутствует, и Антон Сорока еще как бы не в лучшей кондициях. В этой игре Вову Хвощинского поберегли, он почувствовал такое недомогание, поэтому мы его поберегли. Поэтому главное, что у нас есть костяк. Я вижу тех ребят, с которыми мы можем идти в чемпионат. Ну, надо еще усилить именно игру в атаке, но это нормально, потому что оборону всегда легче построить, чем атака. Атака нужна свежесть, нужна скорость, нужны свежие ноги. А их пока нет и не будет. Возможно, кого-то стоит еще ждать на просмотре из атакующих игроков, или пока будем обходиться тем, что у нас есть? Пока те ребята, которые есть, посмотрим. Еще как бы трансферное окно, еще много времени, поэтому тут спешка уже не нужна. Если будет, то один Максу Новичу.